На листе в истории динозавров бронируется место для величайшей легенды – тираннозавр Рекс. Его имя переводится с латыни как «Ящер-тиран-король». Живший в конце мелового периода, около 68-66 миллионов лет назад, этот динозавр был настоящей иконой из-за своих впечатляющих размеров и невероятной силы. Представьте себе, он мог достигать длины около 40 футов, а его вес составлял примерно 7 тонн, хотя некоторые образцы, по оценкам, могли весить до 14 тонн. Этот гигант был настоящей силой природы. Его зубы, достигающие длины почти в 1 фут вместе с корнем и сила укуса, в 15-18 раз превосходящая современных крокодилов, делали его грозным охотником. Однако тираннозавр Рекс был больше, чем просто свирепый хищник. Он играл комплексную роль в своей экосистеме, занимая многоуровневую экологическую нишу. Он не только активно охотился на добычу, но и, вероятно, пользовался падалью, адаптируясь к изменчивым условиям своего мира. Это делало его уникальным участником древнего биома, вдумчиво балансирующим свои возможности в жестких рамках истории. Тираннозавр был воплощением мощи, но его мир полон необычных загадок и удивительных открытий, которые еще только предстоит полностью осознать ученым и исследователям. Готовы отправиться в это захватывающее путешествие? Давайте же узнаем, каким на самом деле было повседневное существование этого доисторического Титана. Мифы о гигантских челюстях Многие считают, что тираннозавр Рекс обладал невероятной мощью укуса, и это не так далеко от истины. Его укус действительно был впечатляющим и мог достигать силы более 7 тонн. Предположения о 12 тысячах фунтов на квадратный дюйм неверны. Реальность еще более впечатляющая, чем мифы, поскольку речь идет о давлении, которое способно было дробить крупные кости. Однако некоторые массивные элементы, например, бедренные кости, могли оказать упор. Еще один аспект, который нередко обходят стороной, это зубы тираннозавра. Они были клиновидные и достигали длины до 10-12 дюймов, что позволило Рексу эффективно разрывать плоть и кости своих жертв. Но, несмотря на это, он не всегда легко раздавливал самые крупные из них без усилий, ведь крупная добыча требует времени. Строение его черепа было уникальным. Оно напоминало современного крокодила в своей крепости и неподвижности, что давало ему преимущество. Возможность разрушать плотные и твердые материалы. Эти анатомические особенности действительно выделяют его среди остальных динозавров, превращая в одну из самых уникальных хищных машин своего времени. Что касается его поведенческих мифов, то ученые до сих пор активно спорят о его образе жизни. Был ли Рекс прежде всего падальщиком или активным охотником на вершине пищевой цепи? Остается вопросом для дебатов. Однако, одно известно наверняка, этот хищник оставался не только символом эпохи, но и настоящей легендой с множеством загадочных черт, ждущих своего разрешения. Но есть еще больше удивительных фактов о его роли в древней экосистеме, которые могут открыть нам совсем иную технологию добычи пищи. Его настоящий образ жизни. Тираннозавр Рекс, противоречивый красавец, оказывается, вовсе не обладал интеллектом на уровне приматов. Его умственные способности скорее можно сравнить с интеллектом бабуина. Но это нисколько не умаляет его значительные роли в экосистеме мелового периода. Теперь представьте себе тираннозавра как мастера выживания. Его разнообразный рацион включал не только свежую добычу, но и падаль, что позволяло ему экономить энергию и успешно адаптироваться к окружающей среде. Отдельного внимания заслуживает вопрос, который до сих пор вызывает дебаты в научных кругах. Был ли тираннозавр одиночкой или жил в группах как львиное племя? Новые исследования предлагают нам задуматься над тем, что эти гиганты могли кооперироваться, что противоречит устоявшимся представлениям о них как о самостоятельных охотниках. Скорость передвижения Рекса – еще одна интересная деталь. Несмотря на свои массивные размеры, ученые утверждают, что он мог развить скорость до 25 миль в час, правда на короткие дистанции, это было как раз тем, что делало его успешным хищником. Важно упомянуть, что он жил в позднем меловом периоде, за 68-66 миллионов лет до нашего времени. Интересный факт. Молодые тираннозавры значительно отличались от взрослых, были легче и быстрее, что позволяло им реализовывать иные охотничьи стратегии. Наверное, вы спросите, где же располагались его владения. Окаменелости Рекса найдены в штатах Монтана, Южная Дакота и Вайоминг. Эти находки дают нам большой пласт знаний о древнем мире и помогут лучше понять этого удивительного хищника. Все новые открытия добавляют штрихи к сложному портрету тираннозавра. Готовы узнать, какие еще способности скрывались за этой мощной внешностью? Кажется, его скорость – это только начало удивительных открытий. Скорость и ловкость. Тираннозавр Рекс, грозный хищник мелового периода, был далеко не таким неуклюжим гигантом, каким принято его считать. Хотя его скорость не дотягивала до 50 км в час, как утверждали раньше, для существа длиной 12 метров и весом до 9 тонн он проявлял вполне достойные возможности. По последним научным данным, его максимальная скорость колебалась в пределах от 11 до 26 км в час. Это делает его вполне подвижным для того времени. Его массивные задние ноги были настоящим инженерным чудом природы, обеспечивая тягу и поддержку. Но даже они не могли преодолеть ограничения энергосистемы столь большого организма. Несмотря на это, он имел возможность совершать стремительные маневры на короткие дистанции. Некоторые ученые считают, что именно эти рывки могли служить значительным преимуществом в охоте и преследовании добычи. Говоря о добыче, следует упомянуть гадрозавров, на которых, возможно, охотился тираннозавр. Хотя это лишь предположение, стоит отметить, что такие гипотезы помогают нам лучше представлять его место в древней экосистеме. Главная загадка состоит в том, как Рекс мог сочетать такую мощь с относительно небольшой подвижностью для крупных зверей. Возможно, он больше рассчитывал на эффект внезапности или использовал свои когти и челюсти как главное оружие. Однако важно помнить, что окружающая среда играла существенную роль в его выживании. Этот древний гигант все еще хранит множество тайн, а его способности и жизненный образ продолжают вызывать споры среди ученых. Чего же нам ожидать дальше? Остается увидеть, насколько разнообразными были его стратегии выживания в мире, где он не всегда был на вершине пищевой цепи. Роль в экосистеме Тираннозавр Рекс свое величие проявлял не в древних джунглях, а в редколесиях и открытых пространствах на территории Ларамидии. Этот конец мелового периода на западной территории Северной Америки стал его царством. Он использовал свою мощь как активный хищник, а его чутье позволяло ему находить падаль задолго до конкурентов. Эффективность его как охотника была подкреплена массивными зубами с зазубринами, которые не только убивали добычу, но и перемалывали кости для полного излечения питательных веществ. Роль Рекса в экосистеме была многогранной. Он не только формировал пищевые цепочки своим присутствием, но и создавал предохранительное давление на травоядных. Хотя недостает специфических исследований, связывающих изменения в популяциях травоядных напрямую с его охотой, нельзя отрицать его значимости в экосистемах того времени в масштабах давнего биоразнообразия. Когнитивные притязания на сложное взаимодействие и наличие развитых способов общения остаются лишь гипотезами. Тираннозавр действовал больше на инстинктах и занимал вершину пищевой пирамиды без значительных соперников. Опасность могла исходить разве что от более молодых тираннозавров или в момент борьбы за территорию. Его стратегия выживания сочетала силу и хитрость. Рекс оставил множество загадок, вызывая удивление и уважение у ученых всего мира. Но мы лишь прикоснулись к его тайнам, потому впереди еще более захватывающее путешествие в остальные аспекты жизни этого величественного гиганта. Другая сторона страха. Трудно поверить, но даже могучий тираннозавр Рекс, один из доминирующих хищников позднего милового периода, сталкивался с угрозами. Одним из таких потенциальных врагов был гигантский родственник современных аллигаторов Дейнозух, обитавший в пресных и соленых водах Северной Америки примерно 80-73 миллиона лет назад. В длину он достигал около 12 метров и весил более 8 тонн. Молодые тираннозавры, оказавшиеся вблизи водоемов, могли стать легкой добычей для этого гиганта. Существующие палеонтологические данные также указывают на возможность жесткой внутривидовой конкуренции среди тираннозавров. Хотя прямых доказательств масштабных травм или гибели в таких столкновениях мало, известно, что взрослые особи могли вести борьбу за территорию и ресурсы. Это добавляет драматизма в их повседневную жизнь и подчеркивает сложность их экосистемы. Интересно отметить, что тираннозавр, как и другие существа его времени, не был неуязвимым. Он адаптировался к конкретной нише, но не мог игнорировать изменяющиеся условия окружающей среды и необходимость постоянной борьбы за выживание. Эти сцены борьбы за жизнь показывают суровость и многогранность меловой эпохи. Но не стоит останавливаться на достигнутом понимании его жизни. Давайте углубимся в эволюционный путь этого величественного хищника и посмотрим, как же он достиг такого господства в Древнем мире. Впереди нас ждут невероятные открытия, которые раскроют еще больше тайн об этом доисторическом гиганте. Эволюция и происхождение Тираннозавр Рекс, величественный гигант, оставивший неизгладимый след в истории, обрел свое могущество благодаря сложной эволюционной цепочке, начавшейся более 100 миллионов лет назад. Настоящими прямыми предками тираннозавров считаются тераподы, которые жили в юрский период. Эти ловкие и успешные хищники развивались, постепенно увеличивая свои размеры и меняя физические характеристики. Тираннозавры, включая самого известного представителя, Рекса, появились около 68 миллионов лет назад. Они заполнили экологические ниши, оставшиеся после боли ранних хищников, быстро став доминирующим видом в Северной Америке, на территории древнего континента Лорамиде. Успешное завоевание произошло благодаря уникальным онтогенетическим изменениям. Молодые тираннозавры, более подвижные, чем их взрослые собратья, могли охотиться на мелких животных, что снижало конкуренцию за пищу. Эволюция тираннозавра включала уменьшение рук, не просто упрощение, а целую адаптацию, позволившую создать идеальный баланс для его массивного тела. Это было одним из факторов, поддерживающих успех в охоте, снижающим нагрузку и при этом сохраняющим маневренность и устойчивость. Уникальной частью их эволюционного пути была миграция через Берингийский пролив, откуда они перебрались из Азии в Северную Америку, что стало решающим этапом их расширения и адаптации. Недавние научные открытия перевернули старые теории. Изучение окаменелости показывает, как менялось тело тираннозавра, а зубы, покрытые прочным слоем, подсказали о силе его укуса, гораздо более мощной, чем считалось ранее. Они росли по мере того, как адаптировались к окружающей среде и конкуренции. Впереди новые открытия, которые продолжают наполнять новыми открытиями сложную историю этого доисторического титана. А сейчас давайте окунемся в самые впечатляющие ископаемые находки, которые проливают свет на многогранность этого существа. Новейшие научные открытия Ученые продолжают удивлять нас новыми открытиями о тираннозавре Рексе. Интригующие находки близких родственников тираннозавра показывают, что у них были мелкие перообразные структуры. Хотя у самого тираннозавра Рекса этот факт пока не подтвержден, косвенные доказательства указывают на возможность их наличия, особенно у молодых особей. Это добавляет новый слой к нашему пониманию о том, как, возможно, выглядел этот легендарный хищник. Современные гипотезы по его охоте предполагают, что тираннозавр мог использовать окружающую среду для маскировки и реализовать внезапные нападения. Это более сложные стратегии, чем мы ранее представляли. Хотя это пока остается в пределах научных предположений, такие гипотезы обогащают наше представление об этом хищнике, не менее впечатляют исследования, связанные с особенностями слуха тираннозавра. Нейроанатомическое моделирование показало, что у Рекса был хорошо развит слух, особенно чувствительный к низкочастотным звукам. Это открытие поддерживает гипотезу о его возможности успешно ориентироваться в густой растительности, добавляя новое измерение к его хищнической стратегии. Проводятся также исследования, касающиеся социального поведения тираннозавров. Находки предполагают возможность взаимодействия и даже совместной охоты молодых особей. Однако данные ограничены и требуют дальнейшего изучения. Эти гипотезы вдохновляют задуматься о более сложных связях внутри их групп. В последние годы был открыт новый вид – канхулу монголиансис, живший около 86 миллионов лет назад и считавшийся предком гигантского тираннозавра. Это открытие заполняет пробелы в нашей эволюционной цепочке. Он был значительно меньше, но помог ученым лучше понять, как эволюционные процессы превратили малых хищников в истинных титанов древнего мира. Кажется, что тираннозавр Рекс хранит еще много секретов и остается только ждать, когда наука их раскроет. Образцы и находки Наши представления о тираннозавре Рексе значительно расширили находки таких впечатляющих окаменелостей, как скелеты Сью и Стан, которые стали настоящими сокровищами палеонтологии. Сью, найденная в Южной Дакоте в 1990 году, это один из наиболее полных и отлично сохранившихся скелетов тираннозавра. Она сейчас экспонируется в музее Филда в Чикаго и стала важным объектом исследований, позволив более точно восстановить анатомию этого легендарного хищника. Благодаря Сью ученые смогли исследовать череп и сделать выводы о силе укуса. Особенно интересны зажившие раны, которые свидетельствуют о встречах с врагами или последствиях охотничьих схваток. Эти данные позволяют более точно понять, как тираннозавры взаимодействовали с окружающей средой и выживали в суровых условиях позднего мелового периода приблизительно 68-66 миллионов лет назад. Стан. Другой известный экземпляр был обнаружен в Южной Дакоте немного раньше, в 1987. Его скелет проливает свет на внутривидовые конфликты. Многочисленные травмы намекают на то, что жизнь тираннозавра была полна сражений, возможных территориальных столкновений или борьбы за пищу. Эти находки не дают точных деталей о социальном поведении, но открывают нам окно – суровый мир динозавров. В мире всего около 50 более или менее полных скелетов тираннозавра, и каждый из них помогает сделать шаг вперед в понимании этого существа, его экосистемы и адаптации. Сью и Стан стали научными и музейными явлениями, вдохновляя исследователей и привлекая внимание к изучению мелового периода. Эти окаменелости не только показывают непосредственные физические аспекты жизни тираннозавров, но и служат культурным и образовательным мостом между нами и доисторическим миром. Теперь, когда образы этого мира становятся все яснее, наши открытия ведут нас к еще более сложным вопросам, которые ждут своего разрешения. Готовы заглянуть дальше, в самый центр древнего мира и пройти по его тропам? Путешествие в прошлое. На дворе конец мелового периода, когда на Земле царит один из самых известных хищников в истории – тираннозавр Рекс. Этот величественный гигант бродил по древним равнинам 68 до 66 миллионов лет назад. Представьте себе творение природы – 12 метров в длину и около 4 метров в высоту. Рекс, истинный король мира динозавров, весил около 7 тонн и обладал невероятной мощью. Звуки этого древнего мира оживают перед вами через воображение. Шорох мелких млекопитающих, нарушающих тишину густой растительности, дополняется писком пернатых динозавров, чьи тела окутывали примитивные перья. Каждое движение, каждый звук находит свои подтверждения в окаменелостях, пролежавших в Земле миллионы лет, оставляя нам следы для исследований. Истинная сила тираннозавра заключалась в его необычайно мощных челюстях. Однажды, схватив жертву, он мог нанести давление, эквивалентной массе 2-3 десятков тонн. Это абсолютно превосходит сопоставимое усилие современных хищных зверей. Челюсти Рекса были идеальны для дробления кости, предоставляя питательные вещества из костного мозга. Следы огромных лап Рекса на древних землях сейчас превращены в отпечатки камня, как память о времени, храбрости и упорства. Эти окаменелости – целая летопись веков, которая обогащает наше понимание прошлого. День на исходе, и солнце скрывается за горизонтом, огорчая небосвод пурпурными оттенками. Древний мир оживает по-новому. Динозавры, возможно, активировались как днем, так и вечером. Верно одно – это неоспоримо прекрасное проявление биоразнообразия, существующего в тот период. Тираннозавр Рекс не просто хищник. Он – культурный символ, начавший свою жизнь в фильмах и книгах, и дошедший до научных выставок, как самый популярный и узнаваемый динозавр. Наша виртуальная экскурсия завершает одно захватывающее путешествие, чтобы продолжить другое – открытие мира, оставленного великими гигантами мелового периода. Заключение о значении. Тирансаурус Рекс – символ масштаба и загадок древнейших времен, который жил в Маастрихский ярус позднемелого периода примерно от 70 до 65 миллионов лет назад. Обитая на Ларамидии, тогдашнем острове на западе Северной Америки, он освоил массивные равнины и редколесья, находя здесь место для охоты и обитания. Его окаменелости, найденные в таких формациях, как знаменитая Хелл Крик в Монтане, позволяют ученым буквально войти в его мир. Каждый из более чем 50 известных скелетов, среди которых Сью и Стан, настоящее сокровище палеонтологии, стал ключом к познанию биомеханики этого Титана. Компьютерная томография выявила не только мощные мышцы, но и высокую чувствительность нервных окончаний в челюстях, позволяя ему быть искусным охотником. Современные методы дают нам представление о его повседневной жизни и охотничьих стратегиях. Популярность Тираносаурус Рекс огромна. От захватывающих фильмов вроде «Парк» юрского периода до музеев, где его жаждут увидеть миллионы посетителей. И хотя существует множество гипотез о разнообразии его родственных видов, таких как Тираносаурус Император и Тираносаурус Реджина, вопрос остается открытым в научных кругах. Этот древний гигант продолжает очаровывать и вдохновлять, перенося нас в другую эпоху. Палеонтология сегодня претерпевает удивительные изменения и открывает окно в прошлое, помогая человечеству понять наше место во Вселенной. История Тираносаурус Рекс – это больше, чем просто изучение одной эпохи. Это путешествие в мир, где жизнь была невероятно разнообразной и полной чудес.